Новые социальные объекты, футбольные поля и спортплощадки. И все это высоко в горах. В республике реализуется программа развития горных территорий. Премьер-министр сразу после посещения объектов, построенных в рамках программы, провел выездное совещание и прием граждан с участием 18 министров, руководства муниципалитетов. О чем говорили подробнее в сюжете. Школы, детские сады, ФАПы – всего 76 объектов построили в 27 районах Дагестана за три года. Все благодаря реализации программы развития горных территорий. В 2024-м планируют построить еще 35 социальных, культурных и спортивных объектов. Сегодняшнее событие в мире беспрецедентное давление и санкции в отношении нашей страны убедительно доказывает нам, что Запад от своих целей по ослаблению и разграблению России до сих пор еще не отказался. Поэтому мы должны быть, как и никогда, сплоченными, самодостаточными и конкурентоспособными, чтобы сохранить свой суверенитет и самобытность. Республика Дагестан в настоящее время вносит немаловажный вклад в укрепление экономики, продовольственную безопасность страны. Горцы издревле занимались сельским хозяйством, продолжают традицию и сегодня. Так, по программе работникам АПК выделили более 200 единиц сельхозтехники. Ввели в эксплуатацию почти 3 гектара тепличных комплексов, заложили свыше 38 гектаров интенсивных садов. Уже есть успехи. В 2023-м объем производства сельхозпродукции только в горных районах составил 115 миллиардов рублей. Объем производства сельхозпродукции – 58 миллиардов рублей, животноводства – 57 миллиардов рублей, это 58,2%. Если посмотреть долю произведенной в 2023-м году продукции сельхозпродукции в горных районах в развитии сельскохозяйственной культуры, то можно наблюдать, что 89% обвалового сбора картофеля в суде приходится на горные районы, плодов – 54,1%, овощей – 44,7%, зерновых – 30%. Улучшается в горах и дорожная сеть. В 2024-м на эти цели направили 7 миллиардов рублей. Отремонтируют 13 километров дороги Буйнакс, Гимры-Черкота в Гуметовском районе, а также Казбековском, Гунипском и других. Всего построят и приведут в порядок 11 объектов и три моста. Преконструкция автодороги Левашин-Куршау-Карахман-Желез-Мамиткала на участках 27-93 в Дахадайском районе. Эта дорога обеспечивает сквозное движение от Левашинского, Лакушинского, Кайтакского и Дахадайского районов с выходом на федеральную управление дороги ЭК-217, Кавказ. Кроме того, ведет в селение Кубачи, одно из вкуснейших на Кавказе центров удовольствия на обработке металлов и точек русического притяжения. Сохраняют в муниципалитетах самобытную культуру. На поддержку отрасли за последние пять лет выделили более 870 миллионов рублей. Построили два и капитально отремонтировали 34 дома культуры. В высоко в горах появились сразу две современные модельные библиотеки. Очень важна поддержка работников культуры на селе на государственном уровне. Ежегодно 26 лучших муниципальных работников и 29 муниципальных учреждений культуры получают субсидии из федерального бюджета. Премии правительства Российской Федерации «Душа России» удостоены трое наших земляков. А лауреатами премии правительства Республики Дагестан «Душа Дагестана» стали 66 человек из горных территорий. Гранты главы региона получили проекты, связанные с сохранением искусства кайтарской вышивки и золотого шитья. В рамках рабочей поездки председатель правительства провел первый выездной прием граждан. С проблемами к нему обратились 8 человек из разных районов республики. Просьбы разные. Обеспечение необходимыми лекарствами, строительство новых школ, решение земельных вопросов. Поручаю вам направить специальную комиссию, включить туда работников министра хозпрода, министерства экологии, комиссию отправить и пускай проверяют законность предоставления земель в аренду на территории Лахского района. Договорились? И потом Харадину Мусайовичу дайте ответ. В ходе приема граждан профильные министры пообщались с заявителями, рассказали, как планируют решать их проблемы. Абдул-Муслим Абдул-Муслимов отметил все вопросы, взял на личный контроль. Любовна Слава, Махарбека Марив, Призат Курбанова и Субгазиамар. Время новостей. Левашинский район.